Здравствуйте, это факты мнения. В Краснодаре разработали методические рекомендации по внешнему облику нестационарных торговых объектов. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Кубанской столицы подготовил перечень рекомендаций и проектных решений по внешнему виду таких павильонов. Всего предложено 15 типовых форм. Надо сказать, что такие рекомендации разработали впервые. Подробнее об этом нововведении и в целом об архитектурном облике Краснодара и всего края поговорим с Юрием Рысиным, руководителем департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края. Юрий Владимирович, популярный вопрос к представителям департамента, тем более к человеку, который его возглавляет. Как сохранить архитектурный облик города-миллионника в том темпе, в том темпоритме, в котором мы сейчас все живем? Самое главное понимать, к чему мы стремимся. Ведь, утвердив предмет охраны исторического поселения, мы эту тему с вами обсуждали, мы тем самым создали рамки, в которых можно в старом городе двигаться. Это не значит, что в этих рамках нужно находиться и по новым районам, когда мы работу ведем. Но общее направление, общее стилевое единство, не один стиль для всего города, это тоже очень важно, а стилевое единство, гармонию вот этой архитектурной художественной следы мы обязаны соблюсти. Поэтому работа с историческим центром, это отдельный разговор, это замена ветхих домов, это проектирование в основном мало-среднеэтажных зданий с тем, чтобы сохранить облик кварталов привычный и так далее. На это направлена эта работа. А в новых районах это учет климата, учет сейсмики, учет комфорта, удобства, всех нормативов и так далее. Вот такие основные направления. Ну, хочется конкретнее, что департамент делает для того, чтобы сохранить архитектурный облик, и потом коснемся старого центра. Ну, во-первых, мы принимали активное участие в обсуждении этого самого предмета охраны исторического поселения города Краснодар. В том числе и наши предложения были отражены в окончательном варианте, озвучены, отражены и так далее. Мы продолжаем работу очень активно специальной группы при департаменте, которая осматривает проекты планировок, на которых не только, это самое главное, наполняемость новых районов, новых кварталов объектами соцкультбыта и всего остального рассматриваем, парковками, детскими дошкольными учреждениями, школами и так далее. Но обязательно архитектурный облик тоже рассматриваем. То есть фасады, элементы благоустройства, малые формы и так далее. Вплоть до таких деталей мы доходим. Когда вот на стадии планирования нового ЖК, допустим, в любом районе Краснодара, департамент просматривает это все? Да, просматривает. Какую резолюцию дает? И что главное? Дело не в этом. Дело не в резолюции. Дело в том, что в процессе работы, ведь группа эта при департаменте состоит не только из наших специалистов, хотя у нас квалифицированные архитекторы, градостроители, мы приглашаем самых известных, можно сказать, ведущих специалистов, архитекторов, градостроителей Краснодара края для обсуждения. И вот вырабатываем мнение, задача группы рекомендовать, не запретить, не разрешить, рекомендовать. Вот это участие, тут обратить, на это обратить внимание. Где-то по этажности вносим предложение уменьшить ее, где-то по площади застройки, где-то по показателям, потому что не секрет, что застройщики хотят максимально эффективную застройку для себя получить, но наиболее эффективная не всегда комфортная. Поэтому наша задача как раз вот в этом меру соблюсти и заставить считаться с этими нормами, которые на территории края одни из самых жестких в стране. В каких случаях в департаменте могут отказать в застройке, категорично или нет? Главный принцип какой? Еще раз говорю, мы не отказываем. Мы рекомендуем администрациям или согласиться с представленным проектом, или его доработать. Категорично только в случае, когда грубо нарушаются те нормы. Например, парковок нужно тысячу, а там меньше 500, и понятно, что будет, если это не предусмотреть. В дворы будут заставлены машины. Поэтому вот уже, пожалуй, года 3, приоритет отдается тем проектам, где внутри жилых образований вообще машин нет. Когда они уходят все в цокольные этажи, в стилобаты, над которыми здание. А дворы освобождены от транспорта. Это идеальный вариант. То есть первое, на что смотрят в департаменте, это парковочные места. Парковочные места. Одно из первых направлений. И одно из первых направлений. Потом расчетное количество детских дошкольных учреждений. Поликлиника, если она поблизости, и какой расчет необходим. Школы, потому что есть малые группы жилых домов, когда по количеству квартир отдельную школу строить не надо. Но мы рекомендуем администрации вовлечь застройщика в долевое строительство школьных мест. Или зарезервировать участок за счет этой застройки, для того, чтобы там пристройку в школе сделать. Вот такая задача. Как департамент оценивает вообще то, что наш город стремительно растет? Это хорошо или надо притормозить уже? Я думаю, что... Ну, во-первых, наши действия без тормозов привели к тому, что наши, я имею в виду, все в целом, комплексы архитектурно-строительного, привели к тому, что у нас жесткий дефицит тех самых дошкольных учреждений и школьных мест образовался. То есть дома есть? Мы теперь догоняем. Активно догоняем. Губернатор много раз об этом говорил, что вот 46 школ за ближайшие 3 года будут построены. Это рывок очень серьезный. Это не снимает проблемы, но это ее... Помогает. Помогает ее решить. Поэтому вот главная задача – это вот этого добиться. Мы поговорили о спальных микрорайонах. Мы поговорили в первую очередь о спальных микрорайонах. Теперь давайте все-таки то, что волнует, да, и такая головная боль, наверное, для департамента – это наш исторический центр, то, что от него остается. Какая работа делается для того, чтобы сохранить? Да. Ну, мы уже говорили о применении охраны. Он включает 113 кварталов городских исторических. Это очень много. Кто-то говорил, ну как же, раньше же было больше. Это не показатель. 113 – это огромный... Но жить в прошлом тоже нельзя. Ни в коем случае. Нельзя жить представлениями о комфорте и безопасности позапрошлого века. Даже не прошлого, позапрошлого. Достаточно любой старый двор в центре Краснодара зайти. Я думаю, что любой из тех, кто это сделал, из наших зрителей, ужаснется. С этим дальше жить нельзя. Это надо исправлять. Поэтому тут другая совершенно задача. Понимаете, для того, чтобы разместить любой социальный объект, а их надо размещать в центральной части города, нужно отселение. Нужно снос ветхих домов, хозяйственных построек и так далее осуществить. Огромное количество. То есть, ну, просто огромное. Поэтому стоимость квадратного метра любого объекта нового здесь будет на порядок выше, чем на окраинах, чем в новых районах. Это главная проблема. Потому что не все сможет взять на себя инвестор. Это уже совершенно понятно. Это мы должны вырабатывать совместно с властью города, с депутатами принципы вот этой застройки. Когда мы говорили в прежних наших встречах, что вот есть принцип девяти кварталов, которые мы предложили совместно с разработчиками вот этих вот предложений по реновации, это проектируем один и восемь по периметру кварталов. Для того, чтобы представить себе, какие объекты, в том числе обслуживание, необходимо там размещать. Без сноса не обойдется. Ну, во-первых, конечно, не будут тронуты памятники. Это даже не обсуждается. Да, безоговорочно. Очень серьезное ограничение в работе с так называемыми средовыми объектами, более 400. Это те, которые формируют линию застройки, не являясь памятниками. С ними тоже есть ограничения. И вот это все, вот те самые сложности, о которых вы говорили, по реконструкции центра и формируют. Вот это поправки по этажности. Насколько департамент контролирует сейчас этот процесс? Ну, самым жестким образом. И поправки, даже поправками не назовешь. Это совершенно новые правила. Новые правила. Значит, самая предельная высота в историческом центре внутри квартала, не везде, а в некоторых кварталах, будет 21 метр. Это немного. То есть снаружи, за периметром квартала, этой застройки даже видно не будет. Таким образом, облик центра будет формироваться единым, гармоничным и так далее. А периметр должен быть сформирован из вот этих малоэтажных домов. Памятники ли они, или они средовые объекты, или новоделы там будут в них вкраплены. Вот это будет создано для того, чтобы облик старого города, его масштаб сохранил. Если продолжать тему в целом архитектурного облика нашего города, любимого Краснодара и других муниципалитетов, то в частности в Краснодаре с участием вашего департамента предложены эскизы 15, по-моему, внешних видов, киосков, павильонов, остановочных пунктов. Как они будут выглядеть? Что принципиально изменится? Ну, во-первых, это была инициативная работа департамента архитектуры города. Мы его поддерживаем, да, обязательно, и рассматривали их. Там разные типы нестационарных объектов представлены для разных районов города. Это очень важно, потому что для новой части города совершенно допустимы яркие цвета, пестрые, нарядные, привлекательные и так далее. Это не значит, что в старой части города не привлекательные, но они более сдержанные, более спокойные, с тем, чтобы на себя не принимать то внимание, которое должны принимать памятники. Ну, а в каких тонах примерно это будет? В темных, приглушенных, темно-коричневатых, сероватых и так далее. Но другое дело, что вывеска может быть более яркая, особенно с современными технологиями выполнена. А шрифт тоже единый? Да, не единый, а рекомендации пошли в там даны, там приложения специальные в этой работе. Я хочу оговориться сразу, что не только для Краснодара эта работа делается. Не так давно по поручению, по просьбе Департамента потребительской сферы края мы подготовили, изучив все, что в крае есть, собрав все предложения муниципалитетов, предложили пакет из вот таких проектов, предложений проектных, для нестационарных объектов, киоск по продаже мороженого, для печати, для мелочей какой-то, для тачков, для сувениров, для всего остального. Для муниципалитетов, да? Для муниципалитетов. То есть по краю это тоже работа ведется, в том числе и специальный павильон для оказания туристических услуг. Это же тема... Все наше, да, история. То, что сегодня иной раз видишь, проезжая наши курортные территории... Разнобой какой-то, конечно. Просто разнобой. Я не могу, находясь перед экраном, что-то сказать. А вот когда придумывают такие идеи, выбирают цветовую палитру и прочее, чем специалисты департамента руководствуются? Во-первых... Мы заимствуем идеи? Да, я только хотел сказать. Опыт, можно сказать, зарубежный. Опыт России. Очень далеко в этом смысле продвинулась Москва, Питер вот только что вернулся из командировки. Очень хорошее впечатление производит Санкт-Петербург. Во-первых, они полностью избавились от этой кричащей рекламы на фасадах здания. Они унифицировали надписи, шрифты, вывески и так далее. А как же мнение бизнесменов? Вы понимаете, людям, если объяснять, то все нормально реагируют. Главное, чтобы ко всем были одинаковые требования. Вот главный принцип. Если нет исключений, тогда все нормально реагируют. Это же касается и малых объектов, нестационарных. Другое дело, что у нас много уже хорошего сделано. И это не нужно менять. Мы с вами говорили. Автобусные павильоны очень приличные. Есть вот очень хорошее, недавно мы рассматривали предложение по новому облику подземных переходов и надземных их сооружений. Это будет очень современные, очень симпатичные вещи. Остается минутка. Хочу успеть спросить вас про международную выставку зодчества, в которой департамент собирается участвовать. И ежегодно участвует. И мы привезли золотой знак, золотой диплом с прошлого фестиваля зодчества. И в этом году будем показывать, надеюсь, что покажем Новороссийск. Лучшие региональные практики в этом разделе будем участвовать. Получается, мы в одной номинации выставляемся? Я уверяю, этого достаточно. А что мы покажем? Что именно? Мы покажем вообще комплексную работу с городом. От генплана до отдельных фрагментов, отдельных кварталов. Мы рассчитываем на первое место, правильно? Мы без такой мысли не ездим никогда. Я надеюсь, что мы вам это покажем, когда вернемся. Благодарю вас за участие в программе. В программе «Факты мнений» был Юрий Раисин, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова